В Европе в среду состоялась премьера нового скандального фильма Ларса фон Триера «Нимфоманка». Первыми картину видели Даня и Испания. В качестве подарка к Рождеству режиссер-провокатор все же решил показать сокращенную версию картины. А вот зрителям на Берлинском кинофестивале лента будет представлена полностью. Впрочем, уже сейчас «Нимфоманку» называют одной из самых шокирующих премьер года. Почему, выяснила наш корреспондент Анастасия Тимирджанова. Ларс фон Триер неоднократно публично заявлял, что хочет снять фильм для взрослых. Первую тренировку он провел еще в картине «Идиоты» 1998 года, выделив в ней целый эпизод под сцену группового секса. Однако всерьез намерения режиссера-скандалиста и провокатора почти никто не воспринимал. Думали очередной пиар-ход. Скептики недооценили смелость фон Триера. Датская премьера его порнодрамы, как определяет ее сам режиссер, состоится уже сегодня. Ни много ни мало в католическое Рождество. У меня не было выбора. Боюсь, эта рука Господа движет мной. Я лучший режиссер на планете. Эту фразу Триер произнес на пресс-конференции фильма «Антихрист», одного из самых скандальных в своей карьере. Но здесь она подходит как нельзя лучше. Режиссер явно нарочито разжигает споры вокруг проекта. Впрочем, этому способствует сам сюжет картины, который строится вокруг откровенных историй, а следовательно и откровенных сцен из жизни Джо с юности страдающей нимфоманией. Ее роль исполнила любимая актриса фон Триера Шарлотта Генсбур. Ассистировали ей друг режиссера, берлинский призер Стеллен Скарсгард, Уильям Дефо, снявшийся уже в трех картинах «Мастера», Кристиан Слейтер, Шайя Лабаф и Ума Турман. Такого количества мировых звезд еще не видели ни в фильмах Триера, ни вообще в скандинавском кино. Впрочем, режиссер даже не пытается делать ставку только на известные лица. Его методы продвижения – скандал, шумиха, провокация. И на этот раз Триер, кажется, превзошел самого себя. Тактика постепенного вбрасывания информации о фильме и полунамеков на секс в некоторых трейлерах и рекламных постерах так разогрели аудиторию, что грядущий берлинский кинофестиваль, на котором состоится премьера «Нимфоманки», уже устойчиво ассоциируется с приездом фон Триера. А его визиты никогда не проходят незаметно. Например, в 2011 году организаторы Каннского кинофестиваля, в конкурсе которого участвовала триеровская меланхолия, объявили режиссера персоной Нон Грата за неоднозначное высказывание с антисемитским оттенком. Я очень хотел быть евреем, но потом понял, что я скорее нацист, ведь оказалось, у моего настоящего отца немецкие корни. Впрочем, это даже приятно. Что тут скажешь? Я понимаю Гитлера. В этом году Канны вновь открыли свои объятия режиссеру, который уже девять раз приезжал бороться за золото фестиваля, предложив устроить премьеру «Нимфоманки» в рамках их киносмотра. Но солнечному лазурному берегу фон Триер предпочел мрачный зимний Берлин. Именно там публике выдастся редкая возможность увидеть режиссерскую версию первой части фильма. В мировой прокат выйдет отредактированный вариант картины с менее агрессивными постельными сценами. Анастасия Тимирджанова и Сергей Сычев. Вести.